Доброго времени, суоо! Это прикольно! Сюрпрайс, мад fala! Сюрпрайс... О май гад! Это його DifY! FantaRoko и его бравые! Кстати, тут походу главным рабом как раз таки является FantaRoko потому что именно на нём держится всё это сооружение. Друзья, сооружение Ладно, друзья 10 секунд до старта матча Фанта Рока не выдерживает и избавляется От своих оппонентов Тауэр разваливается, начинается серьезный КС На кону, на кону поездка в Минск Оплаченная полностью Проживание в гостинице, лехразовое питание Всякие няшки, вкусняшки, полезняшки А самое главное, призовой фонд 50 тысяч долларов на лан-финале Сейчас две эти команды разыгрывают Возможность участия Возможность выступить на этом замечательном чемпионате И команда Ревайвл, друзья Вышла со второго места, с группы Квест Как я подозреваю, с первого И, в общем-то, тут пока что люк начинает Серьезно напрягать И накалять обстановку Так, и что это происходит? Пока что безответные минусы От команды Квест Ну Признаки жизни постепенно Подает Банда из Ревайвл Фанта Рока отъехал, дерзкий один против троих Но, глядя на количество здоровья команды соперника Здесь еще все-таки что-то может произойти Но нет Чоппер Чоппер не дает шансов дерзкому И спокойно его забирает 1-0 Квест повели на карте Мираж Игорь Я пишу свое мнение по поводу того, что это лучший матч, который я видел среди наших команд На вармапе Лучий 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 Тут без шансов, друзья Тут без шансов Знаешь, если бы в КС играли 10 на 10 То вот эти бы ребята такие елочки делали Каждый раунд Как это было на вармапе Что ж, попытка задавить аплэнд И установить бомбу на хорошую экономику При этом на форсбай Все делают ребята из Ревайвл И, знаете, пока у них получилось сделать необходимое количество фрагов для установки бомбы Но вот получится ли защитить Здесь же Феня, Чоппер и Люк Люка Уэпэ Дрим Вот так вот Люк Люк Я твой отец Нет Это провал Это провал Бомба разминирована 2-0 Квест Продолжают набирать раунды В этом противостоянии Напомним на кону та самая путевка на Минор Минор Восемь команд Вправе сразиться за 50 тысяч долларов Ну вообще там тридцатка за первое, но я думаю Ну всего-то 50 Ну на самом деле мы с тобой знаем, что все рядом живут И мы с тобой всех проводим призеров обязательно персонально По одному Гоп-стоп Мы подошли за углом Мы начинаем уже шутить, потому что мы ждем первого девайсного раунда Если честно, так как мы убедились в способности наших команд не играть Так как это делают французы Так как это делают шведы Наши команды Вот Кэс ушел вперед, но наши команды, друзья, играют в форсбайе Так же, как и в принципе в 1.6 экономические Супер сверхъестественных переворотов не происходит В итоге 3-0 Кстати, Мираж Слушай, опять Мираж Мы опять смотрим карту Миража, что самое интересное Вторая карта Кэша, третья карта Инферно Разница только в том, что нет Даст-а-два И ни одна команда не играла Трейн Да, кстати, вот так Коблстоун Кобл не играли Трейн не играли Сизон не играли Оверпасс Оверпасс Ну, Оверпасс Пускан Оверпасс, вот мне кажется, знаешь, это та карта, которая Вот если ты на ней умеешь своей командой играть То на всех остальных ты будешь догоняющим Ну, практика показывает, что команды, которые сильно играют на Оверпассе Особенно за этот год, которые показали там яркие результаты Да-да-да, друзья, даже Hellraiser сыграют на Оверпассе хорошо На остальных картах что-то вот никак Поэтому ее все ненавидят Не заходят Ну, не любят эту карту пока что у нас На самом деле она, да, очень тяжелая, не совсем удобная Но если потеть... Ну, она опять же для того, чтобы потеть Вот на таких картах надо потеть, как Трейн, Оверпасс Но наши команды могут вспотеть и на Dusty2 Да черт возьми, прямо сейчас на Мираже уже идет жесткий пот Первый девайсный, проблема у Ревайвал Серьезная Валуина Причем, заметь, агрессивно пытались разыграть этот раунд квест Поджимали, душили команду Ревайвал Но с давлением парни справились И теперь уже в равных составах постараются все-таки отжать первый раунд Ого, смотри какой расклад интересный Был сейчас смог в коннектор с ковров Но люк стоит на ящике, ждет ковры 47 секунд до конца раунда Шифт-плей от Валыны Валына и Валына Есть минус Забирает люк и ключевая позиция Аплента разваливается Двойка игроков СБ Аплента просто физически не успеет сейчас Вовремя прийти на Аплент Ну и позиции Самое главное это позиции, которые у Ревайвал, естественно Что-то Валына сейчас доиграется, по-моему Позиции не из лучших Оу Боже, вот Да, как? Как? Просто непонятно Открывшись под коннектор Высматривать игрока, пришедшего с базы Б Это, конечно, надо уметь Итак, 2 в 2 ситуация Бомба стоит Все меньше и меньше времени остается у квестов Но, как видим, Чоппер и Феня оформляют безупречное выбивание Ну и счет становится 4-0 При том, что Фень делает 3 минуса, 2 минуса делает Чоппер По сути, 2 игрока Б-планта Которые не должны вообще здесь были никак оказаться Просто забирают раунд Вот они должны были играть Б до конца Я даже ожидал сейва, но Балбина Балбуна Он же Валына Валына, Балбина, Дубина Бля, состав команды Revival It's my капитан Дерзкий Он действительно дерзкий Эх, я с ним играл разок, но он дерзковат, да Валына, Унда и фанат Рока Он же Фанта Рока Он же человек Анекдот Я не знаю почему Веселый парень Хороший игрок Раньше еще и комментировал, но потом что-то завязал Так, что ж Выход под Аплент от команды Revival Чет Чет Волтер делает абсолютно все, что хочет Но Законтрили Волтера Правда, размены не лучшие для Revival Ну да Валына единственный 9 хп И он подозревает, что его заркадили в спину Но квест просто никуда не дергались Чуть большая смена позиций, например, игроку с ником Чоппер Позволит зафокусировать свое внимание на бомбе Ленечку зовут Чоппера Ленечка Ленечка Леня С Ленечкой поиграли за долб Пытались нашуметь Леонид Разваливатель Но что-то не особо получалось у нас Леонид Не зашло у Леонида Да не только у Леонида не заходило Но здесь Леня играет действительно хорошо Волыну забирает Счет становится 5-0 И пока Revival Не знает вкуса победы на карте Мираж Что ж Да я вот все вспоминаю Начало этого матча Начало этой карты И что делали команды Выложил я для всех это Вот тебе добавлю на память обязательно Чтобы было Чтобы было Потому что такие вещи Они действительно приятные И умеют радовать глаз Кто-то пишет Снатик 2-0 Не-не-не-не-не Тут все покруче Тут все покруче Намного покруче, друзья Итак, под раскидочку на Аплант Врываются ребята из Revival Пока что только один минус Фанта Рока Роми Минус М4А1С И еще три минуса с ЮСП ЮСП тактикал А были арморы? Нет Не было арморов Не было Ну тогда ладно Просто под раскидочку пытались скрыть оборону Апланта Но как видим Пока на Апланте действительно хорошо отыгрывают квесты Так, давай вообще, наверное, да Посмотрим все-таки за командой квест И нам она очень сильно важна Прямо сейчас Друзья, квест вышли как раз-таки не с первого места А со второго места Со второго места И Revival вышли с первого места Но там равенство Раундов И очков Что у Revival Что у OneShot Было одинаковое И все-таки да, логично Все логично А почему вы мне сказали Мне вот дали информацию такую Просто что Revival вышли со второго Ну Тут такой себе момент Что же, друзья Команда квест в групповом этапе Провела, естественно, три матча Два выиграла Один проиграла В три А, они в три плюс раунда вышли И шесть очков С первого места в их группе выходила команда Explosive Третий N за четвертый Harden Play Black Revival, друзья, выход с первого места Но тут вот непонятно по версии Хэлтворга в этой группе Ну, опять же вот Шесть, шесть, три, три Так, тут Леонид продолжает расправляться с игроками, выходящими на базу Б Я думаю, там монеткой определяли Кто с первого, кто с второго Да, 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 потому что Ну, наверное, количество раунда Хотя нет раунда в раунда Видишь, тут все раунда Интересно Наверное, личная встреча Я думаю, может быть Личная встреча Либо личная встреча Либо Ой Так, ну что же Счет становится, скорее всего, 7-0 Валы на один против пятерых Пять целых и невредимых игроков команды Квест И, как видим, все-таки Валыну забирают Без какого-либо Я не знаю, финансового Фуэрплея Просто не дал им ничего сделать И, кстати, оказался прав Да, действительно, личная встреча Они избавились от ваншот Практически без единого шанса По-моему, на карте Де Мираж Как раз-таки О-хо-хо Нет, сейчас я посмотрю Да, я видел Карту не разглядел Да, на Мираже 16-3 Ревайвл обыграли коллектив Ваншот Вот это да А тут пока что у них совсем не идет Вообще-вообще не идет И посмотрите, что Роми делал Как? Вот они Вот они, арморы А были арморы? Были арморы И он с USP Сделал три таких вот Сумасшедших минусы Которые успокоили Ревайвл Так, у меня тут есть заметка Что кто-то, по-моему, смотрит все-таки демки И, знаешь, команда Квест До счета 7.0 довела Ну, в европейском КСе Вот именно с такого счета Начинает тащить вторая команда Собираться, пытаться что-то делать Может быть, сейчас здесь будет Аналог ЕврокСа Но что-то мне подсказывает Что кто-то здесь на голову повыше Так, Ицмай отлично отыграл Сейчас яму Есть размен По нему прошла инфа Надо давить флэнт Анда стреляет со джанглом Сайт его закрывает Как же вот не везет Ревайвл Анда Надамажил двух игроков Но больше ничего не смог сделать Бомба ставится на коннектор Этого дела Не видит люк Игрок проходит прямо к нему в упор Она об этом не знает Флэшка от Волына Волына пуш Сейчас будет жарко Волына, красавчик Просто нейтрализировал снайпера Вражеской команды Сыграв очень красиво под флэш Но тем не менее Шансы здесь на раунд есть У коллектива квест более Нет Уже нет Юра, ты забыл Чё-то Феня Вообще потерялся Кинул отличный коктейль Молотова При этом Открылся полностью И именно этой ошибкой Воспользовался игрок Команды Ревайвл Итак, 7-1 Тактическая пауза Пошла на пользу Ревайвл Эти парни Наконец-то размочили Счёт в этом матче Ну, размочили даб Смогут ли они закрепиться Ну, знаешь Подозрительно действительно Видеть, как они проигрывают 7-0 Когда Мираж был их ключевой картой В групповом этапе Где они От фаворитов группы Оставили, грубо говоря Ничего они от них не оставили Три отдали И всё остальное забрали Ой-ой-ой Как так? Прошляпили Чопера Вот это да Поджим подвала Чопер забирает двоих игроков в атаке И теперь у Ревайвл полный провал Снимаешь шляпу перед Чопером Просто красавчик А самое главное его ник Ты знаешь, что такое Чопер? Чопер Это такой байк Который просто красивый С длинным рулём Высоким рулём Чопер Чопер Вот такой вот он Вот такой вот он, Лёнька Рулевой С длинным рулём Леонид Рулевой Будем его теперь называть Это его второй псевдоним В дисциплине CSGO Ну он сейчас реально разрулил Его тиммейт справились с одним агрессором Ну и В общем Ревайвл пока что сторожат бомбой Чтоб её никто не украл Ты же понимаешь, какие проблемы после этого возникают в Ревайвл? Покажите нам, что с экономикой Там действительно полная шляпа У них нет проблем У них просто три тиммейта сдохло Непонятно как, непонятно где И проблем нет Не, понятно где Проблем больше нет И Ну предлагаю смотреть за фанатом Рока Будет ли он нам показывать сейчас скилл с ВП Как Кстати, вот нам подсказывают, что Чоппер Это персонаж из аниме И собственно этот персонаж находится на аватарке Чоппера Я поздравляю персонажа за аниме Ха-ха-ха Ну вот видишь, тут сразу анимешники Взбунтовались, говорят Какой мать его байк С длинным рулём Боже, вы не знаете, что такое Чоппер Да всё не знаю Вот Первое, что выдаёт Google Это то самое, что сказал Игорь Но Реально А потому что вы там Не знаю Я мотоциклами Интересовался, наверное А хотя нет, да Вот сразу вторая ссылочка Чоппер Ван Пис Вторая Хм Так, ну что же Вот они, проблемки с экономикой Ривау проводят раунд на пистолетах И при этом постараются Вскрыть оборону Аплента До этого Ну особо больших успехов здесь Не добилось Эта команда Ну Посмотрим Что будет на этот раз Как видим Здесь так же Без Без каких-то поводов Для того, чтобы порадоваться 9-1 уже В смысле Я рад за команду квеста За Чоппера Который у нас оказывается Помимо того, что хороший игрок Он ещё и любитель аниме Он, наверное, даже на косплее Вечеринки ходит В костюме Чоппера, да? А может быть и не Чоппера Ну руль он с собой точно длинный берёт Ну да, чтобы анимешешницы Катались с ним по вечерам После тусовки Ну а счёт 9-1 У нас серьёзный Контерстрайк Если честно, был бы Потому что Он бы был Если бы команда Ревайвл начала играть Но пока они не... Ооо, ну тут всё тяжело Тут они вчетвером Заходят в яму под флешки И не идут Они кидают флешки И ждут Не, ну сейчас это правильно Потому что Защитка отошла Кую-то позицию Видели Чуть-чуть безопаснее будет Из-за захода Так, дым в Вальтера И Вальтер... Проверили наконец-то Вальтера Забрали Роми И вот они Огромные проблемы На Апланте у команды квест Впервые Ревайвл Вот выходит Настолько уверенно И Ундов всё это поддержал Тремя яркими фрагами На Апланте Закрыв точку в одиночестве Но Чоппер И его Тиммейт Его тиммейт Люк Ооо Люк и его сын Ой, вернее его отец Или как-то так Люк Третий минус в этом раунде Люк просто сейчас устроил Команде Ревайвл Настоящий Глюк Ай-яй-яй Как же промазал Люк Оля-ля Но скоуп Это 10-1 Два В пять ситуация Вот это Ревайвл Его наважали Это самый лучший Русский фотограф За сегодняшние Два матча Которые мы с вами смотрим Квадрохил В исполнении Люка Который просто Парализовал оппонента И ох Серьёзный парень Серьёзный парень А ведь Это настоящий джедай Пять в два Была ситуация, друзья Люк Унда Который просто Сказал своей команде Вот этот раунд Парни Давайте его возьмём Он просто берёт И И И не берёт его Ну это полное ДЦП Два в пять Бомба стоит Как? Мать его Кво Я думаю, что там просто нужно включить климат-контроль Команде Ревайвл Потому что они реально сейчас Бегают против ветра Ну Словно против ветра Я думаю, все понимают смысл этой полукрылатой фразы Но самое страшное, что может случиться Это вот только Ооо Ну тут вообще залёт походу Ну подожди На самом деле ещё можно разрулить такую ситуацию Но нет Феня моментально выключает Унда И уже два в четыре Попытка выхода на базу Б А вот такую уже не разрулишь Но если Фанта Рока нас удивит И зацепится Фрагом за Б Плент Позволив поставить бомбу То Может быть ребята поборются Но тут А, тут Чоппер и Люк Тут это та самая парочка, которая Люк Космический глюк Или минус четыре Ты настоящий джедай в команде Квест Вот такие минусы Точнее такие раунды Тащите Вот знаешь, как мораль поднимается Вот я тебе говорю, после этого Ревайвл не возьмут ни раунда С таким-то настроем от Люка Ну на этой карте нет На вторую возможно возьмут Ты понимаешь, как его отец гордится сейчас Ну Не представляю, если честно Воин Света Точнее нет Дарксайд Или подожди Всё-таки Воин Света Люк Люк вообще Воин Света, да Всё-таки Воин Света, да? По Звёздным Войнам, да Молодец, смотрел, да? Так все части смотрел Ооо Ооо Ты знаешь Что Люк Джедай Ещё тот Итак, выход на Пуэнт А В очередной раз под раскидку Мощнейшую раскидку Команды Ревайвл Но чё Недолго музыка играла Недолго Недолго Вообще недолго Люк не прощает Итак Знаешь, что я думаю По поводу того Что сейчас нужно сделать Ревайвл Им надо Взять в руки Гитары И засесть на коврах Поиграть на гитарах Ну серьёзно Вот что сейчас будут делать Они, я не знаю Тем не менее Посмотри Они пытают счастье Они делают тот же самый бай Не играют свой раунд Они не хотят Как-то выплывать из игры Показывая нам дисциплину Между прочим Это самое главное Кстати Кстати Неплохой выбор от Ревайвл Ну да Хорошо потренировали Мираж Хорошо подготовились Ведь этот матч Решает судьбу Двух этих команд Кто же всё-таки окажется на Ване И будет бороться За основной призовой фонд Минора А именно 50 тысяч долларов Ну Конечно же Стоит отметить Что у нас ещё вторая карта В этом матче И возможно третья Но если честно Квест Сейчас меня просто впечатлили Не то что впечатлили У меня рот открыт Уже минут 5 Я не могу понять Что произошло С командой Которая по результатам В группе сыграла Вроде как себе Так себе А тут просто Они устраивают коллективу Ревайвл Абсолютный нагибатор Кстати на ревайвл По прогнозам Если посмотреть На тот же CSGO лонж Там вроде На них ставят Вообще 60% Всегда я поражался Вот таким моментом Когда Типа мы пикнули Мираж Но мы его не тренировали Так что не ожидайте От нас чего-то там Сверхъестественного Я думаю что здесь Просто квест готово Но у них реально Посмотрю У них в каждом раунде Абсолютное понимание Того что будут делать ревайвл Тот же первый пистолет Они давали дымы на старт Они занимали мидл И квест просто Были готовы его принять Они там оказались Грубо говоря Всей командой Ну Вот Из Или Ревайвл Не готовили Мираж Я не знаю Почему у них один раунд Где команда Которая играет Как кам Может А я понял Может это тактика такая Они за защиту хотят взять 15 подряд Да это та самая тактика По которой Хеврейзерс Отыгрывали два предыдущих года Не палим тактики Едем на мажор Но тут до минора Хоть бы добраться Да Тут бы хоть до минора Добраться И вопрос Ревайвл Что же не так происходит Сейчас у вас парни Ну вот первая попытка Зацепиться Спустя 13 раундов И взять последний В этой половине Ну вот знаешь То как развивались события Ошибка от Вальтера Но как За счет стрельбы Вальтер справляется Красивый закон Три Лунда Явно не ожидал Увидеть Лунду в окне Но тем не менее Стрельба Вальтера не подвела Ну я ожидаю сейчас Действия от Дерзкого Дерзкий давай Вот в таких моментах Он может Работать И впечатлять публику Но пока Пока они с фанатом Будут думать Потратят львиную долю времени Ну здесь куда ни пойди Все смотрится Просто очень грамотные позиции У квест стоит это отметить Игорь ты же помнишь Ты видал Что ты рассказывал Да это триксы от бога Ты помнишь Что ты рассказывал Про Эйцмай Что что-то не так С его рукой Повредил правую руку Не помню При каких обстоятельствах Но что-то там было Сверхинтересное В зале что ли Может с корову даю А что ты Ты с мишинкой всей Ты спалил всю картину Почему Ладно 4 в 3 Раунд не берется Дерзкий 1 в 2 15% здоровья Изи каточка Для команды Квест 14-1 Разгром Просто Тотальная доминация На карте Мираж За сторону защиты Ну что тут сказать Ну я не Я не знаю Команде Ревайвал Можно пожелать Наверное удачи И чтобы они Не знаю Как-то с капитаном Со своими сейчас Поговорили Чтоб может он Как-то подсобрался Вообще ты заметил Что Ревайвал Играли Не сыграли ни одного Нормального раунда Даже под раскидку Кроме того Когда они остались 5 в 2 Я тебе больше скажу Они делали эти раунды Но раунд Был сыгран Вот за всю Первую половину Карты Мираж Только один Но он был сыгран Несколько раз Это раскидка Аплента И попытка выхода Именно на аплент Но вот здесь Скорее всего То о чем говорил ты Это просмотр демок Команды квест Игр своего соперника И все Действительно получалось Ну понимаешь Так выигрывает команда Только когда знает Как играть Против тебя Мы с тобой Такой практикой На ставкапе занимались Ну да Так что Мы-то знаем Не понаслышке Так-то можно О-о-о-о Вот Вот Это еще одно доказательство И подтверждение наших слов Друзья Действительно Безупречно Квесты изучили игру Команды ревайвл На карте Мираж Команда квест Действительно Неплохой квест И непростой квест Ты это видел Это Смайз Поврежденной рукой Просто Получил Две пули Четко в голову От щопера Леня хорош Но правда Вот дальше Немного заставляет Понервничать Нас квесты Напрягать будет фанат Там дабл рэмп И против бомбы Которая кстати на рампу И стоит Но До этого не доходит Второй не открывается Роме Второй хэдшот 15-1 Друзья Это Это называется Очень Очень Знаешь Если честно Квест молодцы Огромное желание Попаясь на эти ланы Заявите себе Заставило их Посмотреть Демки Заставило их Подготовиться К этому матчу Ну а в пистолетке Мы все с вами просто видели Как взрывается Делпан И игрок под коврами Просто даже не успевает Понять Что там уже в плент Зашло 3 человека Это демки Мувики Демки Мувики Аркада Б-планта И Укрепление из троих А нет Всего 2 игрока Было на базе Б Вообще Ничего не смогло сделать Ревайвл Крова Кровайвл Ну вот согласись После зарубы Эксплозив Против команды Сибвей Ну вот то что происходило На мираже У квестов И Ну собственно Вот оно Каменное лицо Вашего любимого комментатора Именно Игоря Сопова Характеризует полностью Все происходящее На первой карте В этом противостоянии Мы вернемся позже И Игорь вернется С той же пачкой Далеко не расходитесь Продолжение следует...